Расскажите, пожалуйста, об итогах архиерейского собора, например, решения ОНН, ювенальной юстиции, и в целом, было ли согласие, единство среди архиереев. Спасибо. Архиерейский собор проходил в Москве, как вы знаете, он длился 4 дня, в общем, была действительно такая очень плотная работа. Всё начиналось с литургии в 8 часов утра и шёл до 7 часов вечера. Ну, там было несколько перерывов, но так действительно 4 дня очень плотно работали целыми днями. В основном, как работа происходила? Ну, с материалами собора можно ознакомиться на сайте патриархии, там все полностью материалы выложены, всё в подробностях. Ну, вот работа как происходила? Зачитывался проект какого-то постановления, допустим, там полстраницы, и патриарх, обычно патриарх ввёл заседание собора, зачитывал какую-то часть, потом говорит, ну, давайте собрать какие вот есть вопросы, какие предложения, замечания и так далее. И каждый из архиереев мог высказаться на данную тему. То есть, если, допустим, какой-то пункт его там смущал или вызывал какие-то вопросы, он всегда говорил, вот мне кажется, что в третьем взаце, там, в пятой строке, не совсем ясно, догматически ясно указана там формулировка, там. И патриарх говорит, согласны все в зале, да, согласны все, принимаем ваши изменения, там. Вопросы, конечно, были, когда принимался документ об системах учёта, когда вот по идентификационным номерам, об биометрических паспортах и так далее, потому что есть часть православных людей, которых эти вопросы смущают и как-то вот, как говорят молодежи, не напрягают. И вот в связи с тем, что действительно очень много и писем было направлено в адрес архиерейского собора, и лично патриарха, и архиерея письма писались. Понятно, что в данном случае, конечно, имеет, на мой взгляд, место явления, когда активное меньшинство навязывает свою болью пассивному большинству. Всё-таки, согласитесь, большая часть православного населения очень мало интересует вопросы налоговых, там, каких-то деклараций, ИННов, там, и тому подобных электронных, там, носителей. Люди, в основном, всё-таки православные, живут несколько иными интересами. Интересами покаяния, жизни во кресте, изучения святых отцов, там, то есть, того, что касается жизни вечной. То есть, их больше интересует Христос, а не Антихрист. Но есть, всё-таки, часть населения, которая склонна вот к подобному заморачиванию, тоже наши братья во Христе, и есть опасность, если вот как-то вот с ними не работать и игнорировать их настроение, то есть опасность, что они могут идти в какие-то маргинальные секты, маргинальные какие-то вот околоправославные движения. Поэтому собор принял восстановление, которое, ну, если вкратце сформировать, как оно звучит, что мы понимаем, что какое бы ни было средство учёта, какие бы ни были там приняты документы, это всё не является препятствием к жизни каждого человека во Христе. То есть, это не мешает человеку жить во Христе. Ну, и просим власти тех стран, на которые находятся приходы Русской Православной Церкви, обратить внимание на то, что часть верующей Православной Церкви смущается подобными нововведениями, и просьба учесть их чаяния, учесть их смущение, и дать возможность какого-то альтернативного учёта в налоговых органах, то есть, примерно в таком стиле ответ был дан. Также по ювенальной юстиции тоже достаточно такое твёрдое было заявление, ну, было достаточно такое твёрдое и жёсткое заявление. Действительно, с одной стороны, ювенальная юстиция – это вообще защита ребёнка от окружающих, окружающих, но всё-таки нужно понимать, что она должна учитывать реалии нашей страны и не копировать слепо западные образцы, собственно, из-за чего претензий к ювенальной юстиции, когда вот на нашу почву пытаются перевести западные традиции и западные наработки, европейские в частности. Поэтому вот собор тоже достаточно жёстко об этом поводу высказался. Также вот были некоторые решения, связанные с грядущим всеправославным собором. Вы знаете, что в последние десятилетия ведётся подготовка к всеправославному собору, который планируется в Константинополе, и инициаторами этого собора являются греческие церкви, это четыре древних патриархата – Константинопольский, Русалинский, Антиохийский и Александрийский. Собор должен в некоторой степени, понятно, что это не Вселенский собор в полном смысле этого слова, всё-таки Вселенский собор собирались императорами и в достаточно древние времена. Но по значению достаточно близок к нему, то есть собор всех православных церквей для решения наиболее таких актуальных и глобальных вопросов, которые уже на зреек нынешнего времени. В частности, к вопросу о первенстве православной церкви, об иерархии церквей, потому что, допустим, некоторые греки чают, чтобы их церкви были в диптихе, то есть в перечне по части, на несколько более почётных местах, чем они находятся сейчас. Вопрос о предоставлении автокефалии, допустим, мнение Константинопольского патриарха и греческих церквей, что автокефалию может предоставить только Константинопольский патриарх. То есть это получается уже некоторый такой православный папизм. Русская церковь и некоторые другие славянские церкви считают, что автокефалию предоставляет церковь-мать. То есть если какая-то часть церкви от неё отделяется, то церковь, от которой отделяется эта часть, праве предоставлять автокефалию, то есть самостоятельность. То есть есть такие вот разногласия. И вот греки считают, что на этом соборе вопросы должны решаться голосованием. Но есть же, вы знаете, много карликовых церквей, которые имеют громкие титулы, но имеют там пасту, состоящую примерно в количестве среднего нашего благочиния или епархии. Но всё равно они являются автокефальными церквями, тоже имеют право голоса. Допустим, там Албанская церковь, там у них хорошо есть и там 50 или 60 приходов. Но однако же она тоже имеет право голоса. Или там, допустим, финская церковь, или чешские земли из Словакии, там где единичные какие-то приходы. Да, русская же церковь, и вот это было отражено в решении собора, ставит на том, что все вопросы как при подготовке собора, так и во время самого собора должны решаться только консенсусом. То есть должно быть полное согласие всех участников этого собора. То есть не может быть так, что там, допустим, 8 за, 4 против, и решение принято. Нет только консенсус, только единодушное согласие всех поместных церквей всего Васильевского православия. Тогда действительно эти решения будут полностью легитимными. Тогда действительно получается, что русская церковь, которая больше, чем все остальные поместные церкви вместе взятые, там практически имеют волос наравне с какими-то карликовыми церквями. И вообще вот эта церковь, ну еще русская церковь предлагает, конечно, на это грехи никогда не пойдут, чтобы представительство на этом соборе было не по одному представителю, или там поскольку это представителю от каждой церкви равное, а пропорциональное. То есть, допустим, если там в церкви 5 архиереев, то едет 1 из 5. А если там, допустим, 50, то тоже едет 1 из 5. То есть получается, от той церкви едет 1, а у которой 50, то уже едет 10 архиереев. Если в русской церкви 300, то, соответственно, едет уже там всем другое количество. В таком случае мы готовы голосовать уже, принимать решения голосованием, а не консенсусом. Ну и вот, потому что я думаю, что такие вот переговоры рано или поздно все-таки идеи этого собора заведут в тупик. И может даже и хорошо, потому что сейчас, мне кажется, не совсем то время, когда вот можно и нужно решать подобные вопросы. Было ли согласие единства среди архиереев? Кстати, действительно, вот интересный вопрос, потому что по некоторым вопросам мнения архиереев разделялись. И были случаи, когда архиереи выступали против тех или иных формулировок. То есть каждый мог право высказаться, это никак не пресекалось, не было каких-то там одергиваний или каких-то там прещений. То есть каждый действительно свободно может на архиереевском соборе высказаться. Причем все это происходило в режиме не разглашения, потому что архиерейский собор – это такое очень внутреннее собрание архиереев православной церкви. То есть никаких средств массовой информации не было. Не было даже священников, которые по должности не являются участниками этого собора. То есть только одни архиереи, архиерейные собор решались все вопросы. Поэтому мог высказаться каждый на любую тему. И даже если кто-то был против каких-то высказываний, мы их формулировали в соборах, он мог высказаться свободно. И если патриарх видел, что это мнение диаметрально противоположено тому, что было высказано в проекте документа, то он вошел. «Дорогие владыки, давайте проголосуем. Это предложение». Ну и понятно, что может голосовало 95% против этого нового предложения, 5% за. Ну понятно, что оно не принималось. То есть всегда была возможность какой-то дискуссии, донесения своего мнения до архиерей. Ну в основном, конечно, все были единодушны в принятии тех иных решений. В основном были дискуссии по поводу уточнения некоторых формулировок и уточнения каких-то, может быть, шероховатостей и неточностей.